шановни мои подписчики уважаемые мои подписчики конечно у меня очень много планов у меня очень много плана рассказать вам о пластической хирургии о красоте о здоровье на сегодня к сожалению буду говорить о войне такая реалия у нас потому что уже четвертый день как в украине идет война война с кем вы думали война с россией поэтому я и говорю сейчас на русском языке для того чтобы как раз больше обратили внимание мои подписчики в россию белоруссии то принципе всем будет интересно может быть послушать мое мнение из как раз из киева где вот ведутся боевые действия буквально за несколько километров до таковы реалии к сожалению пришла война на нашу землю гибнут люди гибнут воины гибнут мать и матери гибнут дети я уже молчу что бомбят все подряд бомбят жилые дома жиловые кварталы но вот к сожалению вот такой и коварная война потому что бомбардировка идет со стороны белоруссии крылатыми ракетами все к сожалению все точки какие-то вот вы иметь вы выверенные и бомбят военную структуру и бомбят жилые дома бомбят города бомбят по всей украине к сожалению каждый день люди по несколько часов сидят в подземельях в бомбоубежищах потому что вот такая вот ситуация к сожалению поэтому я бы хотел бы обратиться как раз к что еще хотел сказать я так знаю что российская пропаганда очень мощная и все она все говорит что они воюют с американцами здесь в украине много американцев и они воюют с американскими поверьте мне только сегодня откликнулся первый международный какой-то не украинский батальон имени джихара дудаева это а чеченцы которые откликнулись на нашу просьбу просьбу украина помощи они откликнулись не украинцы которые сегодняшнего дня по моему они вот приступили к защите плечо в плечо с украинцами и на противовыпеса этих кадыровским головорезом которые с белоруссии наступают на киев вот такая вот ситуация к чему это все веду я к тому ведут что гибнут не только украинские там воины гибнут жители дети гибнут массово гибнут сейчас уже по подсчетам около пяти тысяч погибло во воинов из россии то есть это дети которые а еще много детей сдаются в плен берутся в плен и они рассказывают что они не знали даже куда их направляют то есть это ну такое живое мясо потом я обращаюсь как раз к матерям белоруссии матерям россии чтобы они все-таки какую-то лепту какой-то маленький уклад внесли может быть как-то повлияли чтобы их детей не направляли на вот такую кровопролитную войну выходите на какие-то я не знаю протесты помогайте защитить какой-то степени хотя бы своих детей потому что к сожалению ну вот война не на шутку кровопролитная и уже четвертый день кстати плана планы путина не удались они хотели за один день завоевать киев уже четвертый день несут колоссальные потери и это превращается конечно такую серьезную бойню поэтому пожалуйста если есть у вас какое-то вот возможно и маленькое влияние информируйте своих людей о той правде потому что к сожалению насколько я знаю там и друзья вы не получаете эту информацию достоверной информации которая есть вы не знаете о том что россия просто коварно напала без предупреждения войны напала на украину идет война ну вот такая вот реалия у нас поэтому пожалуйста помогайте со своей стороны как-то прекратить это кровопролитие прекратить эту войну если мы внесем каждый по своей капельке в это дело значит будет быстрее достигнут мир а так я понимаю что это видео может многим не понравится но вот как есть это моя гражданская позиция у меня очень много подписчиков я более чем уверенно не поддерживаю украину весь мир поддерживает украину весь мир даже те которые как бы вначале шатались они увидели как украина стоит весь народ поднялся на защиту своей земли потому что за нами правда мы защищаем свою землю мы не просили их сюда а к сожалению вот такое вот сейчас состояние поэтому понимаю может быть никому некоторым не понравится можете отписываться от моей подписки как есть с надеждой на благоразумие с надеждой что мир наступит я всем желаю нам мира над головой благоразумие удачи всему